то у вас ценник неправильно человек хочу вам помочь пробивайте девушки пирог быстрее по цене которая она нашла еще чего брать полицию вызвать на меня правильно правильно они любят так делать общем вы обманываете людей я хочу меня трогаете не хочу уберите ценники нормальный все закончились или опять фокус она вам сказала же опять она мне 400 200 вы так говорите 400 один обман да правильно сыр на 200 рублей они за 200 рублей вдавится просто хулиганство конечно еще и просрочка торгует как вам вообще этот магазин ставить покупать покупаю всегда проверяю чек потому что всегда обманываю хожу читаю чек и потом выхожу ой не поменяли ой новая акция но сегодня последний день уже сколько времени это я понимаю если там понедельник не успели поменять хочу купить вот серия не за что будьте аккуратны девушки ну каста вторая будет работать а им это пофигу скажите что я ушел вообще мальчики тоже работают заходите здрасте здрасте нашли все-таки а что есть он есть он еду дикси только свежие качественные продукты да только поэтому я их хожу я поднимаю просто проголодали здесь едва 159.90 правильно что не сделаешь за чек спасибо что все там на всякий случай подаете к кому-нибудь управляющего вдруг на светлая девушка я уже стою 15-20 минут здесь благодарю что вовочка володя приобрел я пиццу шкода 22 декабря сегодня заканчивается 23 декабря предупреждал 19 декабря все ли здесь был могли бы убрать между прочим также куча ну сейчас я просто возьму тележку и буду все убирать у меня достаточно дома факта детска есть? да все детское питание все то что было я им говорил что уберите они так и остались да оно не подходит по размеру да ты далеко не уходи вот прям здесь давай начинаем сейчас секундочку я сейчас не буду фотографировать а я обычно вот так вот делаю обычно да Вова давай вот так вот вкусняшечка это я себе это наверное нормально ну там скорее всего тут могут упасть да так вот и здесь смотрим исправились? да вряд ли все 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 просрочено видите размороженный продукт но дата не указана все вот так вот таким образом он попадает покупателю в тележку и он сейчас за милую душу и все кстати в прошлый раз я сделал глупость я вот это все не надкусил мне упаковочка скажем так была не нарушена и поэтому я считаю что именно это все что в прошлый раз я у них приобрел и они меня отобрали обратно и они меня отобрали обратно потом это не списано было я считаю что это заново выставили на полке конечно им же деньги главные деньги вон сейчас у женщины не хотели по неправильной цене пробивать товар да это у них тут тоже за 200 рублей падают ничего страшного да они ценности не представляют в принципе так что для меня представляют представляют реальные деньги буду платить думаешь купишь это ну я не знаю в принципе можно купить девушка вы сказали что придете а тут один обман тут не надейтесь не рассчитывать на их словах все хватит да дальше что куда дальше ну туда направо к булочкам а мне кажется украдут у нас телевку нет нет не украдут давай с двумя а то эти кого стражи галактики сказку давай да все Маслав Самсомольский проспект Дом 33 Друг 11 Магазин Дикси Свежие и качественные есть такие? Здесь все такие А нет Говорят просто что нет Говорят просто что нет что не все сверхи не все качественные А вот не подскажете вот это вот свежие? Я не знаю честно я просто сотруднение поставил овощи знаю просто я что происходит Есть руководство какой нибудь? Я жду просто руководства позвать с ними пообщаться на тему того что они торгуют просроченным питанием до сих пор Нет не позоветесь на кого nih а то вот там вот очередь огромная скопилась там и кассиров нет меня позовел и они вообще спрятались да скновавiksi Они не хотят да? их спрятались почему не хотят не знаю видимо видимо есть что скрывать наверно да? наверное наверное earlier так человек знает тоже ну визу человеку нечего скрывать он вот вышел Работой занимается они видимо не занимаются да а вы за них что вы предлагаете с ними делать я предлагаю не линчевать конечно же но ничто не линчевать как или ничего не линчевать конечно же но могу случайно моргнуть в тот момент когда это произойдет ну сам не буду сам не буду под камеру не могу так в общем так в общем такой вот дикси просрочки это еще не куплены и уже куплены детское питание уже какая-то часть куплены там внизу лежит моя пицца поэтому это пицца куплен поэтому это вот ждем короче полицию руководство магазина отморозилось а заморозка грится двойной спрос вот один рак бедный парень отбывается за них все раскладывает все товары неоднократно варил беспредел порождает беспредел и тут без этого конечно сегодня не обойдется чё бензин и спички нет после в туалет это наш клиент я думаю сентябрь сентябрь насколько она просрочена месяц почти на два то есть в конце и она вначале лежала то есть они получается специальные выложили мне кажется 2 нам все-таки понадобится вот тринадцатого двенадцатого как ее пропустили в прошлый раз так они может ее выложить из папа потом уже может быть души я по моему тут смотрел мне кажется потом проверял и они специально выложили ничего себе значит умышленные негодяи да ты просто заново все проверяйтесь ладно давайте проверим а я смотрю такая ничего себе набирает на новый год да еще детское питание тут просрочено то есть они просрочены на 12 дней 12 мать его суток мне слишком близко попствует так ну берем последующие упаковочка до 23 вас тоже до 23 до сегодняшнего не так посвежее но посвежее но все равно и третье интересно просто для до 23 да все весь комплект они там еще есть еще да еще есть думаю это до 23 до 23 12 опять же смотрите вот то есть полиция три раза в прошлый раз приезжала а до сих пор у нас получается до 23 до сих пор продается ничего то есть полное бездействие я больше всего расстроен действиями полиции которые вообще ничего не делали если бы они хоть что-нибудь делали такого бы не было то есть это все содействие назвал они окажутся действие нарушителя то есть ты их вызвал их хамовники то есть ты их вызвал их три раза четыре четвертый я уже не дождался их дал там часа два и не дождался они приезжали на меня смотрели и уезжали не 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 берите оттуда да не надо брать оттуда и вообще в принципе тут лучше ничего не брать что-то много просрочки значит у нас одна ручно еще и тут похоже их достаточно много мне кажется все всем у нас тут все йогурты еще четыре штуки так что у них тут можно еще по сдвигать 20-12 20-12 20-12 а я списывать надо все это замороженная надо что списывать куда делать а у нас вот вот смотрите вот две телеги просроченных продуктов тут учитывая что 20 декабря я тут был и уже несколько тележек забрала а это может только один раз здесь потом уже надгробие там тоже нужно будет ну вот смотрите до 11-12 не назван такого нет я вообще это не ест и даром не надо вот а что это такое вообще-то да ебать какие-то да мы и не отдадим им а этот по-моему до 20-го да слушай галя сегодня 23 это может не мы просто говорим что есть продается проверить это мы вытаскиваем и вытаскиваем а вот к сожалению молодой человек торгуют они наоборот сюда заставляют давай вот это все проверим да это я проверю вообще надо кидать заставлять в принципе надо скинами заработать до чего довели пенсионеров да да вообще они отказываются за бесплатно еду даже видимо дядя Вова еще мало работает да да вообще вот когда за бесплатно будут просрок брать тогда да молодцы хоть убирают то есть их не смущает в принципе то что 23-го числа там убирает то что там уже 3 недели как просроченные да теперь нас не убираете поставляют 26-ое 12-ое поехали а то есть это вы расстроены что мы выбрасываем это в нашу цену закладывает покупатель недовольны чем то что мы это все выкинем это и потом отразится на цене для покупателей кошмар какой-то здрасте здрасте тут нам нужен в общем участковый дознаватель или кто-то какое непротивственное лицо который сможет сделать осмотр местопроисействия и все изъять А ведь изъять! и чтобы такого больше не было потому что предыдущий ваши коллеги абсолютно бездельничали ну ничего Я тут был 19-20 числа, я вызывался на охрану сотрудников полиции, они приезжали, смотрели, разводили руками и уезжали. Здесь также до конца октября, по-моему, даже продукции, которая просрочена. То есть она на тот момент там находилась, возможно, они потом специально выкладывают, не знаю. Вот все это просроченная продукция. В том числе и детское питание уже куплено. А это 238-я статья Уголовного кодекса. Именно приобретены уже. Поэтому вот это все нужно записать. Вы можете сами удостовериться, насколько это... Ну, проверьте хоть что-нибудь, не знаю. В конфетке скажите мне, до какого-то пришло. Я верю вам. Ну, правильно. Полиция с народом, я рад. Тогда сообщу движение. Думаю, что сообщение. Вы прямо на длину, да? Да, мы говорили, что нам нужен сок. Он сказал, что вы приедете, я говорю, они вам то же самое скажут. Ну, как бы... Спасибо. Подождите тебя. Да, да. Да, мы ждем, мы ждем. Че, уже лучше было? Человек в форме полиции представился. И поэтому я его считаю полицейским. Это первое здесь такое. Девушка. Много нашли? А я не искал, я просто беру все подряд. А оно оказывается просроченным. Ведь в Дикси у нас только не свежие и не качественные продукты. Да я хочу... Можете не снимать меня, пожалуйста? Нет. А почему, когда я был 19-го и 20-го декабря, вы ничего с тех пор не сделали, чтобы вот этого не было? Скажите мне. 19-го декабря. Декабря? Я не знаю. Я не был, а вы... Декабря назад. Ну, у вас тут какая должность, вы мне скажите? Какая у вас должность? Заместитель. Заместитель. Вы должны в курсе быть всей ситуации. Вот, в принципе, к вам идет полицейский, который... Вы приготовьте руки вперед, на русике, чтобы не повредили кожу. Сейчас должен подойти участковый. И тогда уже с вами. Да, хорошо. Мы ждем. До свидания. До свидания. Вы будете писать заявление? Мы ему напишем. А давайте оставьте. Или сейчас. Кстати, кто-то у меня ручечку так и не вернул. Участковому тогда дадите? Все, участковому отдадим, да. И все. До свидания. До свидания. Где моя ручечка, которая в студии, кто-то у меня? Надо было захватить. Такая. Удувательная она была. Так она мне уже за камеру хватала. Да? Да. Не снимайте, говорит мне. Какой-то начал. Я вроде как начал пробил, я уже зашел, как раз. А, я сейчас зашел. Я там бабушку еще защищу. Бабушке 200 рублей хотели пирог нагреть. Ну, куда-то одевал. А и меня сцеп. Давай тебя сцеп. Сцеп тоже. Нет? Нет. Нет? Нет. А пальцы там. У меня опять пальцы. Да, да. Вот три раза, мне тоже не надо. Воседи, да. Девятый. Десятый. Один. Девятый. Один. Один. Хороший. Один. 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 А почему? У меня 23! Ну, как вы так, а? Дааа. Ну как, вот так вот? Чуть-то какие-то невкусные А я вообще говорю, надо в этом прострочить Да? А то еще не распробуй Точно Уууууууу Чо тут у нас ещё детское питание Что-то КП этот не возвращается Я думал мы вернем на 100 Итого Две, ну почти три тележки просрочки в том числе детское питание растишка все напоминает 23 12 вот такие вот у нас дикси у волоненька ты ешь это опасно ты знаешь что это опасно тут есть я не ем я пробую я снимаю пробу насколько это прострочено просто даты нет я хочу на опытных путей выяснить насколько не берегов недели на две где-то пусть я не берегов вообще володя все ради мне кажется все ради лайков замуровали мы же умрем мы же умрем вот от этого и умрем граждане данные пробытки они вас обнаружили и возвраты представители часть товара они приобрели правильные 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 и эти донаты мы сегодня не ставим это не будет ценить мы и так и я могу даже на камеру показать что вы его сегодня хорошо смотрите я сейчас опущу и зима а дальше когда так мы подправляем с обеспечением кидали камеры в маршру в комитет там я не знаю в том числе скорее всего материал проверки они будут расставить камеры на данном ходе а дальше будет проводиться правильные ну я скажу сразу что никак не докажется что конкретный кончик когда будет сделан надо слушать просто что он рекомендует просто я же говорил вам что маркирован был как какая частая ситуация ну ладно в общем то нам нужно тогда для начала под чеку 395 и 340 возврат денежных средств и все возврат возврат денежных средств только вы потом вернете чек а вот все все пробитые тут да сегодня уже все считается что сегодня все да да ну значит 22 2259 уже все по гражданскому кодексу даже раньше потому что они должны продавать с тем расчетом что ты должен их употребить да но время не реломентирован но как бы не они чеки когда я водоразделал они чеки меня так и не вытрили ни копия ничего их бы тоже приобщить по-хорошему вы нас конечно не любите но я могу вам подсказать выход если вам нужно все списать оно будет ну поэтому травите да в общем оно будет передано все профессиональному лицу в производстве которого будет дело так вот он назначит соответствующие экспертизы после проведения экспертиз он если посчитать нужным может вам выйти товар на ответственное хранение вы соответственно можете его там пропитать и так далее вот но но его никуда нельзя будет девать иначе вы сядете вот вот да выше я понимаю специализация не гриста Специализация. Уголовное право. Уголовное право. Участвующие лица. Вот здесь ваша подпись. Камильный целый. Ваше заявление, что передаете дежурную часть, ему присваивается администрационный номер. Листок уведомлений, как сегодня, так и завтра. Не, я имею ввиду, вот здесь уже все? Здесь мы дадим их пол. Понятно. Если вы хотите сегодня продолжить свои действия, то вы можете поездить на свою контору. Там вас возьмут объяснение. Если нет, то вас вызовут поезды. У нас сегодня уже поздно. Давайте. А мне телефон указал? Да, указали, извините. Все. Ну что, пойдем? Все? Все, спасибо вам. Все. Это у нас был Дикси по адресу. Комсомольский проспект, дом 33, дробь 11, Москва. Очень много просрочки, детское питание. Вообще, практически весь набор товаров. В общем, дичь какая-то. А почему? Потому что ничего они не понимают. Слов никаких. 19-го, 20-го декабря здесь был. Сегодня 23-е. И просрочки еще больше, чем было тогда. Ну, нас больше, просрочки больше. Они, видимо, ориентируются. Чем больше покупателей, тем больше им просрочки надо продать. Ну, а вы подписывайтесь на канал. Там ссылки в описании. На его тоже, на всех. И на Инстаграм наш, и на Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. И пишите там в комментариях, что думаете по этому поводу. Кто такие продавцы, кто такие полицейские. Ну, полицейские, кстати, более-менее нормальные. Только ехали долго. Долго. А так вообще сработали хорошо. Да. Все, все отлично. Все отлично. Дознаватель вообще. Молоденький. Тебе понравилось. Хороший. Ну, хорошенький я бы ее. Еще разочек бы пригласил на такое мероприятие. Ну, все, давайте. Всем удачи, всем пока. Борейте за свои права.